Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Вы знаете, сегодня, когда я думал над темой брифинга, я решил все-таки сделать акцент на основании тех вопросов, которые все чаще и чаще я вижу в комментариях и к брифингам, и, собственно, на вебинаре, правильно, понедельник. Может, все, что происходит сейчас, это и есть подтверждение доказательства начавшегося нового финансово-экономического кризиса. Я думаю, друзья, что это так. С какой бы мы стороны сейчас не попробовали проанализировать то, что происходит в мировой экономике, везде можно будет найти подтверждение, что явно попахивает кризисом. Это резкое падение промзаказов, внутреннее падение спроса по регионам, замедление темпов роста мировой экономики, панические настроения и спрос на защитные инструменты. Даже если бы попробовать, скажем, умудриться найти более выдающийся признак того, что в мире наступил очередной период катастрофической неопределенности, мы сможем уйти в анализ того, что происходит с американскими долговыми облигациями, сопоставить краткосрочные и долгосрочные, и там увидеть также сигнал и подтверждение того, что мировая экономика находится в состоянии кризиса. Речь идет об инверсии кривой доходности. Поэтому я предлагаю называть вещи своими именами. Не нужно ходить вокруг да около, ждать, что новый вирус, эпидемия, которая уже стала пандемией. Я надеюсь, что вы не сомневаетесь в этом, потому что случаи заболевания выявлены по всему земному шару. Может быть, где-то статистику приукрашивают. На самом деле все, как и всегда, гораздо хуже. Я считаю, что мировая экономика продолжит переживать период затяжной неопределенности. Когда сможет преодолеть его, не знаю, друзья. Но то, что сейчас панические настроения от трейдеров, участников рынка, инвесторов, начинают потихоньку перемещаться и смещаться в кабинеты центральных банков, вот это уже другой вопрос. Паника характерна для руководителя мировых центральных банков. Именно поэтому, друзья, в последние дни все чаще поднимают вопрос о необходимости скоординированных действий по монетарному стимулированию мирового экономического роста. Что это значит? Это значит то, что должен последовать цикл снижения процентных ставок по всему миру. И, возможно, Резервный банк Австралии, который сегодня отметился, стал первой ласточкой таких изменений. Мы, кстати, очень правильно с вами сделали ранее, решив дождаться по Австралийцу отработки идеи по процентной ставке. Я предполагал, что будет рост. Именно он и произошел. И сейчас как раз созданы хорошие условия для того, чтобы австралийца снова продать. Вслед за Резервным банком Австралии, друзья, будут Федрезерв, будет Банк Канады, будет Банк Англии и Европейский центральный банк. Это что касается основных регуляторов, за которыми мы следим. Снижение процентной ставки необходимо для того, чтобы хоть как-то помочь мировой экономике. Но сразу хочу отметить, друзья, что то, что происходит сейчас, в принципе не было прецедентов такого рода, потому что даже заливая экономику деньгами, повышая потоки ликвидности, может возникнуть такая ситуация, что экономического роста и буста ускорения последующего не последует. Почему? Потому что сейчас основная причина всеобщего спада – это распространение вируса, который поставил на холд предприятие и заставляет людей находиться, просто сидеть дома, попросту говоря. Поэтому новые стимулы, они вряд ли смогут привести к тому, к чему должны привести. Предприятия чудом не заработают, потому что как могут работать предприятия, если поставок сырья нет, друзья, если Китай фактически закрыт? И кто будет работать на этих предприятиях, если люди не выходят из дома, опасаясь, что вирус, собственно, может стать и их уделом тоже? Ну, ладно, наверное, с последствиями вируса на мировую экономику мы с вами поговорим еще отдельно. Я предлагаю сегодня, поскольку мы уже затянули именно сводной части по финансовому кризису, быстренько приближаться по финансовым активам, посмотреть, что у нас складывается. Нефть выросла, это тоже было прогнозируемо, технический отскок и ожидание заседания ОПЕК, и новых мер экономического стимулирования. Ну, в общем, локальный хай, который мы видели, он же совпадает с уровнем открытия текущей торговой сессии 53.67. Я предлагал, друзья, дождаться, пока мы уйдем в район 53.20 и оттуда продавать. Собственно, я в сделке, надеюсь, вы тоже. И сегодня у нас уже очередной профит, потому что бренд котируется на отметке 52.85. Давление на нефть сохранится, потому что я не верю в достаточные усилия стран ОПЕК. Я вижу, как страдает мировая экономика, как снижается спрос. Я вижу проблемы для Китая, которые основной потребитель сырья, и до тех пор, пока экономика Китая не сможет встать с колен, разумеется, не будет прежнего спроса на углеводороды. Организация экономического сотрудничества и развития накануне снизила прогноз роста мировой экономики с 2,7 до 2,4. Если перевести это на язык показателей спроса на нефтьянку, можно сказать, что спрос на нефть просядет еще миллиона на два уж точно. Доллар иена 107.81, пара снижается, это то, что нам нужно. Ждем закрепления этого дуэта активов ниже 107. Ожидаем решение по снижению процентной ставки. Когда, друзья? Ну, на ближайшем заседании, которое состоится уже 17-18 марта. Буквально за 90 минут до закрытия пятичной торговой сессии американского фондового рынка Джером Пау выступил с заявлением о том, что ФРС готовится к смягчению монетарной политики. Ну, конечно же, так напрямую не было сказано, но те, кто хотел уловить нужный сигнал, уловили. Статистика индекса АСМ производственного сектора накануне 51,59, снижение индекса АСМ разгона инфляции еще хуже. И вот, пожалуйста, до причины, почему нужно ставку снизить. Золото, друзья, 1600 долларов за тройскую унцию. На фоне тех решений по снижению процентной ставки, фактически скоро планируемых к объявлению новых валютных торговых войн, золото нужно покупать, пользоваться с текущей возможностью. Евро против доллара 1,1144. Мы как раз подбираемся. Лучше скажем, остаемся в диапазоне 1,10-1,12, где я рекомендую, друзья, искать точку для продаж. Я не знаю, откуда евро продать лучше. Если бы я знал, с удовольствием бы поделился информацией. Но считаю, что выше уровень 1,12 мы не пойдем. Впереди также действия Европейского центрального банка по снижению процентной ставки. Я думаю, что решение об этом будет принято в апреле. Накануне вышли слабые данные по индексам производственного сектора Германии и еврозоны. Не забывайте про то, что внутренняя статистика – это еще одна мотивация для смягчения политики. Фунт против доллара 1,2780. Снижение продолжается. Мы зарабатываем, друзья. Активность в производственном секторе накануне показала спад с 51,9 до 51,7. Сегодня строительный сектор тоже ожидаем слабые цифры, а завтра сфера услуг, скорее всего, тоже разочарует. Вчера стартовал первый этап переговоров между Англией и ЕС. Он продлится до четверга. Я жду негативных комментариев, друзья, уже сегодня. Рассчитываю на то, что пара окажется ниже. По австралийцам уже поговорили. Текущий уровень 0,6546. Предлагаю сделку селл-стоп с уровня 0,6530. И ориентируемся на замедление экономического роста и неизбежность новых дополнительных мер по снижению процентной ставки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.